Анна Несмеева И наш внеплановый выход блога Надо сказать, что на этой неделе Произошло два знаменательных события Одно мое, сугубо личное Я встречалась с замечательными консультантами По развитию личного бренда И они мне сказали Несмеева, ты должна больше писать Ты должна чаще заявлять Свою профессиональную позицию Ты должна показывать рынку Свою экспертность Гоу, гоу в паблик Ну и второе, это публичные защиты Финалистов премии Интерком 2021 Естественно, я не могла Пренебречь таким поводом Чтобы не порассуждать О том, где мы есть Куда мы катимся И чем все это завершится Надо сказать, что результаты Профессиональных премий Это вообще отличная почва Для того, чтобы подвести итоги И посмотреть вперед Ну, давайте посмотрим Куда же мы пришли У нас было 200 с лишним проектов 20 с лишним участников попали в финал Мы смотрели по 3-4 проекта В каждой номинации Слушали живые защиты Задавали вопросы И сравнивали лучших Best of best И надо сказать, что все они Ну или практически все Отвечают пяти главным наблюдениям Пяти главным трендам Которые сегодня правит бал На рынке внутренних коммуникаций Итак, мои личные итоги 20-21 Рынка внутрикома И итоги наблюдения За защитами премий Первый из них Это результативность Результаты Золотое время Внутрикома продолжается Однако просто коммуникации Уже недостаточно Ни заказчикам Ни получателям И те, и другие Хотят видеть Как это воплощается на практике И все финалисты премии Показали отличную работу И с целями И с результатами проектов Оцифровали все И показали прямое влияние Проектов на бизнес Ну а кто не смог Показать этих результатов Пролетел мимо своего приза И интегрированность Коммуникации стали интегрированы В подлинном смысле этого слова Лучшие проекты Подные на премию Демонстрируют вот прям Глубинную связь И пиара, и джиара И внутренних коммуникаций И продуктового маркетинга Мы на практике видим Как работа с продуктом И с клиентом Влияет, например На корпоративную Социальную ответственность А та, в свою очередь Усиливает бренд работодателя И как эта связь работает В обратную сторону Например, идеи сотрудников Которые улучшают Реальный бизнес компании Работают на ее репутацию И на среду вокруг Третий тренд Комплексность Все успешные проекты А мы по умолчанию Считаем финалистов Премии таковыми Показали комплексный подход И с точки зрения Поставленных задач И с точки зрения Использованных инструментов И каналов коммуникаций И с точки зрения Вовлеченности в них Различных аудиторий И это круто То есть мы здесь Миксуем и внутренние И внешние аудитории Используем и старые Добрые кастомные подходы Олдскульные Теплые ламповые Какие-нибудь СМИ И одновременно Цифровые офферы На мой взгляд Это вот то Что у нас стало Прям вот Мега-мега трендом Четвертый тренд Это аутентичность Меня как человека Насмотренного И постоянно находящегося В профессиональном потоке Очень порадовала Укорененность Аутентичность Лучших проектов Этого года Это значит Что сегодняшние Коммуникаторы Не просто делают Хорошие Крепкие Профессиональные проекты Но и создают Что-то свое Необычное Не похожее На решения Других компаний А это очень Очень непросто Ведь по сути Мы все В каждой компании Решаем одни и те же вопросы И используем Ну практически Один и тот же Набор инструментов А вот придумать И реализовать проект Который будет Только твоим Который будет отвечать Твоим ценностям Особенностям Твоей культуры Вписываться В то Как понимают Это твои сотрудники И твои клиенты Это круто Ну и результат Такого проекта Будет намного выше Ну и наконец Последний тренд Это цифровизация Последний год Только ленивый Не написал Не сказал о том Что коммуникации С сотрудниками Перешли в цифры Ну да Они перешли Все уже завели себе Телеграм-канальчики Завели себе боты Чаты Пошли в социальные сети Но вот Использовать Все возможности Цифровых инструментов Пока могут Очень-очень Небольшое число Компаний Это и мобильность И таргетирование И сквозная аналитика И наши финалисты Показали Что да Это таки тренд И это то На чем мы будем Базироваться Финалисты Смогли поставить Цифру на службу Своим задачам В полной мере И теперь Мы видим Доказанные Результаты Их работы О чем я говорила Чуть раньше В истории Про комплексность Сквозная Цифровая аналитика Показывает Нам Как переливаются Вложения В проект Коммуникационные Активности В результаты Для бренда В результаты Для Для сотрудников В результаты Для Наверное Продуктового бренда В том числе Для бизнеса Компании Наверное Вы уже Сломали себе голову Ну где же Где же Название Лучших проектов Где же Имена победителей Но нет Сегодня у нас С вами Только 15 октября До вручения Премии Осталось 12 дней И я Не могу Называть Ни имена Своих фаворитов Ни названия Проектов Победителей Но Впрочем Вскоре Завеса тайны Будет Приоткрыта И вы Вместе Со мной Можете Услышать И увидеть Все это 27 октября Приходите На конференцию Она будет На площадке Лофтхола Конференция Называется Рагнарик 2021 В дребезге Новая мифология Коммуникаций Думаю Что название Говорит Само за себя Ну А если Вы по каким-то Причинам Не сможете Прийти к нам Ногами Смотрите В онлайне Трансляцию Конференции И вместе Со мной Держите Кулачки За своих Фаворитов За тех За кого Вы болели И будем Ждать Вердикта Нашего Жюри Это была Я Анна Несмеева И мы С вами Услышимся В специальной Пятничной Колонке На будущей Неделе Обязательно Подпишитесь На наш Подкаст Я лично Слушаю Его В Казбоксе Можете Это сделать В Эппл Подкасте Саундклауде На Яндекс Музыке Или Вконтакте Впрочем На любой Подкаст Площадке Вбивайте Слова Кто Говорит Анна Несмеева Слушайте Нас И пишите Комментарии Обязательно Мы Очень Очень Ждем А я Прощаюсь С вами До Следующей Недели Музыка Музыка Музыка